МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. Это телеканал Дверь Сегодня в студии Кирилла Маев. Здравствуйте. Над нами сгущаются черные тучи. Слухи о том, что 5-я горбольница приказала долго жить, вроде как и поутихли, однако поползли другие. Угроза переезда нависла над памятником Михаилу Ивановичу Калинину. Впрочем, заговорили и о том, что переносить будут памятник Михаилу Тверскому. Мол, не там стоит гордость земли Тверской. Разговоры о переносе памятника Калинину идут достаточно давно. И все, в общем-то, склонны к тому, что памятник надо переносить на одноименный проспект. К тому же, ближайшей осенью у путевого дворца планируют начать строительство утраченного в 30-е годы прошлого века храма. А вот куда будут переносить памятник Михаилу Ярославичу, это большой вопрос, рискующий превратиться в головную боль не только для городских, но и для региональных властей. И стоит отметить в этой связи, что вопрос этот вряд ли разрешится мирным путем. Во всяком случае, дискуссия в прессе будет жаркой. Из официальной хроники. Торжок может стать центром домостроения федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Это станет возможным благодаря строительству в городе предприятия по изготовлению ориентированных древесно-стружечных плит. Соответствующее соглашение было подписано губернатором области Андреем Шевелевым и председателем совета директоров компании СТОТ Александром Ебролидзе. «Практически 400 работников будут задействованы непосредственно на будущем заводе», говорит председатель совета директоров компании «Инвестор» Александр Ебролидзе. «Но работы будут вестись и в лесу, а это дополнительно свыше 2000 рабочих мест», подчеркнул инвестор. Не меньше значения проекта и с экономической точки зрения. Планируется создание высокотехнологичного предприятия по изготовлению ориентированных древесно-стружечных плит для домостроения. По словам Александра Ебролидзе, после запуска комплекса торжок превратится в центр домостроения федерального уровня. «Для простого гражданина, чтобы представить каждый день, будут входить и выходить в порядке 100-120 большегрузных машин. Кроме этого, будет железнодорожная поставка. То есть это такой, знаете, преобразовывается торжок в огромный центр деревообработки и, главное, экологическое чистое сырье». Тем временем о работе с обращениями ветеранов главе региона докладывала заместитель начальника управления общественных связей аппарата правительства Тверской области Лариса Герцева. Все просьбы участников Великой Отечественной войны должны рассматриваться с особым вниманием и выполняться в максимально короткие сроки, заявил Андрей Шевелев. За первый квартал 2012 года в адрес правительства региона и на имя губернатора лично поступило 189 обращений от участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категории граждан, вдов, ветеранов, блокадников. Обращения поступали в письменном виде, по телефону и в ходе личных приемов граждан губернаторам области. По словам Ларисы Герцевой, все просьбы участников войны рассматривались в строгом соответствии с федеральным законодательством. Их выполнение находилось в личном контроле главы региона. Более половины обращений касалось вопроса обеспечения ветеранов жильем. По 17 обращениям, я имею в виду первый квартал 2012 года, по 17 обращениям уже либо выданы сертификаты, либо участники включены в реестр, и при поступлении очередного транша до финансовых средств из федерального бюджета такие сертификаты будут выданы на получение, значит, на приобретение жилья. Те обращения, которые поступали в конце марта, начале апреля, находятся на стадии рассмотрения, отметила Лариса Герцева. Остальным ветеранам даны разъяснения по порядку признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо направлены ходатайства в органы местного самоуправления для более внимательного рассмотрения условий проживания участников войны. Кроме этого, по просьбе ветеранов проводился ремонт в их квартирах и домах. Оказывалась материальная помощь на замену сантехники, поклейку обоев и другие нужды. Выданы, например, субсидии на газификацию домовладения вдаве участников войны первой группы в Кашинском районе. С вашего личного приема был решен вопрос по подключению водопровода к городским сетям. Обращался такой у нас Николаев, участник войны, инвалид Великой Отечественной войны, подключили ему его дом к городским сетям водопровода. Вопросы, с которыми обращались ветераны, также были связаны с улучшением медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения и работы транспорта. Губернатор Андрей Шевелев отметил, ни одно из обращений участников Великой Отечественной войны не должно остаться без внимания. И поручил ускорить выполнение всех его поручений. Действительно осуществляется контроль данных поручений. Вот я прошу это продолжать. Особенно вот эти постановления, оставшиеся одни. Те поручения надо посмотреть, которые можно ускорить, подсказать исполнительному органу, власти или от кого это зависит, мы должны по максимуму снять. Ну и в продолжении темы. Накануне 9 мая губернатор области посетил ветеранов Великой Отечественной войны, которые нынче находятся на лечении в областной клинической больнице. Хорошо все в палате, все как врачи. Нормально, да? Хочу с наступающим праздником поздравить. Спасибо. Значит, чтоб меньше волновались, выздоравливали. А если потребуется помощь, конечно, всегда будем готовы помочь. Андрей Владимирович, я ваша землячка. Вот так вот. С Оленинского района. Еще одна с Оленинского района, тоже у нас там лежит в палате. Да, недалеко от вас живу. Через Егорье там вообще короткая дорога. К другим праздничным событиям. Начнем с урока мужества. И здесь ничего необычного, только на первый взгляд. Организаторы урока мужества, который прошел в первом классе 12-й школы, пошли на известный риск. Ведь первоклассникам очень трудно объяснить, почему Брестская крепость держалась до последнего, почему в начале войны мы отступали и почему в итоге победили. Анна Шевчук продолжит. Уроки мужества, обычные для советских школ 70-х и 80-х годов, исчезнувшие на десятилетия, вновь появились в двухтысячных. Как правило, такие встречи с непосредственными участниками боевых действий проводят среди старшеклассников. Но педагоги 12-й школы решили поэкспериментировать и провели урок мужества среди первоклассников. Во многих семьях у детей еще остались дедушки, бабушки. Сейчас, к сожалению, наше поколение несколько жестокое, и поэтому вот эти уроки, они как раз воспитывают у детей любовь и уважение к тем людям, которые еще живут просто к пожилым людям. Иван Евгеньевич Гладкевич – ветеран Великой Отечественной войны. Уже почти 30 лет проводит уроки мужества в школах и детсадах Верхневолжья. Самое главное, говорит он, найти индивидуальный подход к детям. Задачки, загадки, чтобы, ну, ученик, допустим, 11 класса, я совершенно уже по-другому с ним разговариваю, а с учениками 2-го или 3-го класса уже по-другому, с 7-м классом по-другому, потому что нужно знать, просто понять, это возраст, какой возраст. В преддверии Дня Победы такие классные часы проводились в 7 школах города. Старшеклассники на уроках мужества сидят тихо, внимательно слушают и изредка задают вопросы. Но с первоклассниками все наоборот. Бенок и нужен, например, ты в далеке, видишь какую-нибудь точку? Уже думаешь, что за память? Смотрю, бенок, а это Бог. Рассказы военных лет, из уст ветеранов, возможность подержать в руках настоящее боевое оружие, примерить солдатскую каску – все это вызывает шквал эмоций у школьников. Причем это я говорю, чтобы вы прикоснулись к истории, которые мы делали, для того, чтобы вы были счастливы. Понимаете, ребята? Воспитывать детей в духе патриотизма нужно с самого детства, уверен Игорь Потапов. Представитель группы «Никто не забыт, ничто не забыто». Ну, здесь вот получилось какое-то живое общение, ну, очень приятно. Очень приятно, то есть это все говорит о том, что если детям рассказывать, то они и будут помнить, потому что вопросы такие задавали просто, они отвечают на них. То есть знают, то есть можно сделать вывод, что ребятишки владеют материалом, то есть не то, что они вообще не знают, ничего не слышали, это приятно. Значит, в семьях это рассказывается, значит, хранится традиция в семьях. Поэтому я думаю, что это надо продолжать, совершенствовать. Дети познакомились, воочию увидели вооружение того времени, увидели форму одежды, как были одеты солдаты в то время. Потом они воочию увидели тех людей, которые действительно прошли этот трудный путь, потому что, к сожалению, мы можем встретиться с этими людьми только лишь по праздникам. Кстати, классный руководитель 1-го В, где проводился урок мужества, помнит, как такие мероприятия проходили в ее школьные годы. У меня учительница 1-я моя тоже, Година Надежда Константиновна, как раз была участницей Великой Отечественной войны. И поэтому, когда я была еще маленькой девочкой в начальной школе, у нас проходилось уроков мужества достаточно много. И благодаря тому, что наша учительница первая была разведчицей, она нам как раз очень много рассказывала о войне. И поэтому мы, маленькие дети, были воспитаны именно на уважении к прошлому, на уважении к истории нашей Родины. Теперь уважать ветеранов и историю своей страны она учит свой класс. Мне понравилось, как раньше одевались, какие были медали. У наших цвеста, а у наших там как крест. Еще я знаю, что они жили, у них было очень мало хлеба и еды. И они жили очень плохо, им ничего почти не хватало. Им очень было трудно жить. Я знаю, что все девочки были военными, там, докторами. Мне понравилось быть судьей и посмотреть настоящее ПВШ. Сами первоклассники доказали, эксперимент оказался успешным. Организаторы урока мужества заслужили твердую пятерку. Теперь такие встречи участников Победы и подрастающего поколения должны стать хорошей традицией. Поздравляем! О мужестве сегодня говорили тверские полицейские. День памяти погибших товарищей они традиционно провели на площади мира, что уже само по себе символично. Наш корреспондент Елена Трофимова побывала на торжестве и решила просто его показать без комментариев. КОНЕЦ Слишком дорогой ценой советский народ заплатил за эту победу. КОНЕЦ А на Соминке в первой школе-интернат открылся музей «Тверь. Город воинской славы». Нашему корреспонденту Евгении Щетининой это событие тоже показалось совсем не рядовым. Молодое поколение теперь воочию может проследить, благодаря чьим усилиям мы до сих пор при встрече говорим «Здравствуйте», а не «Бонжур» в 1812-м или «Хало» в 41-м. Директор школы-интерната и учитель истории Нина Микинникова провела первую экскурсию для учеников, ветеранов и журналистов. На нашей Тверской земле родилось много героев, которые своим героизмом, своей жизнью укрепляли, не только укрепляли наше государство, но в том числе укрепляли его обороноспособность. Экспозиция демонстрирует самоотверженность тверичан от татар-монгольского ига до Великой Отечественной. Капитан второго ранга Виктор Николаев отдал несколько собственных экспонатов в фонд-музея. Своим зорким взглядом моряка он с легкостью нашел несоответствие в современной форме матроса. Штаны-то, оказывается, не те. Даже когда я был в Градемаринске, прекрасные годы, тоже такого не было. Ликаря Градемаринске остались. Тельняшка, воротник, ленточка. Кстати, вот эта ленточка, это вот переняли у английских офицеров во временном правительстве. Это траур по Нельсину. Ну, как вот есть одна из таких версий. Они носили, но наши решили, что так красивее будет. Для чего такие музеи стали открываться в школах, вопрос понятный. В последнее время большое внимание стали уделять развитию патриотизма среди подростков. Ну, чтобы знали предки, что какая война была, в каком году, чтобы помнили, что им это дало, что они сейчас живут благодаря этим подвигам, славе и геройству. Ученики школы-интернат согласны. Страна должна знать своих героев. Теперь во дворе скульптуры «Пролетарка» там сегодня открылся ежегодный песенный фестиваль «По братьям». Отборочный тур послушала Елена Глушкова. Гала-концерт фестиваля военной песни имени нашего земляка, героя Ильи Касьянова «По братьям» пройдет завтра. Но уже сегодня его участники проходят отборочный этап и, несмотря на мирное время, поют песни о войне. Добрая традиция проведения этого фестиваля не прерывается на протяжении вот уже 17 лет. Мы проводим эти фестивали ежегодно. Выпускаем диски лауреатов фестиваля. Ну и в дисках у нас очевидно. И звезды. Ну и от Розенбаума даже Футинского, скажем так, вот все будем. Зачем это нужно? Это нужно для памяти. Это нужно в первую очередь для живых, для молодежи, чтобы помнить тех, кто воевал, тех, кто погиб за нашу великую Родину, помнил тех, кто служит. В этом году фестиваль принимает более 60 участников из разных уголков России. Пол, возраст и наличие военных заслуг значения не имеют. Были бы желания участвовать и талант. Поем в основном эстрадные песни и народные песни у нас также есть, военные, патриотические. В этом фестивале мы участвуем уже третий раз. Любому человеку должно быть интересно заниматься именно историей страны. Лучшие из достойных будут выбраны 6 мая в 15.00 на галоконцерте, посетить который могут все те, кому близка и дорога тема войны и песни о ней. Птицы белые летели и кричали в высоте Над полями и городами Люди скажем, нет войне Вечно в памяти живущих Это горе и беда Никогда не повторится Никогда Впрочем, в эти майские дни стоит обратить внимание и на другие события. 9 мая вся Россия будет отмечать День Победы В 10 утра у обелиска пройдет торжественный парад А в 5 часов вечера начнется концерт ради жизни на земле который завершится традиционным праздничным фейерверком Центральной площадкой для массовых гуляний, как всегда, станет городской сад Здесь с часу дня до 6 вечера тверские творческие коллективы представят для жителей и гостей города концертную программу «Ликующий май» Не останется в стороне и парк Победы И с года в год этот парк является местом сбора ветеранов, полевой кухни и песен военных лет Начало в 14.00 Будет на что посмотреть и в театрах нашего города 6 мая театр юного зрителя представляет для своих почитателей премьеру Дураковоляние про Иванушку-Дурачка Начало спектакля в 14.00 Сразу две новые экспозиции представляет музейно-выставочный центр имени Лизы Чайкиной Выставка детского изобразительного искусства Исторические события о войне 1812 года И выставка тверских художников Владимира Варламова, Анатолия Николаева и Виктора Усачева Посвященная красотам Тверского края 6 мая в 15.00 в областном дворце культуры Пролетарка Пройдет глава концерт песен о войне и военных конфликтах по Братим На котором выступят участники из разных регионов России С наступающим вас праздником, не пропустите ничего интересного И вернемся в начало программы Не исключено, что памятники Михаилу Ивановичу Калинину и Михаилу Ярославичу Органично впишутся в ансамбль улицы Гвардейская Что недалеко от речушки Лазурь Правда, в несколько уменьшенном варианте Почему, сейчас увидите Редактор субтитров А.Семкин В этот дворик Анна Шевчук, она все это увидела, еще вернется Ибо Леонид, автор композиции, фамилию не назвал, потому что чрезвычайно скромен Сказал, что все это будет очень хорошо смотреться Среди распустившихся цветов Ну и теперь в завершение всего вышеперечисленного и сказанного На днях газета Вашингтон Таймс позволила себе выпад в адрес Тверской области Мы с вами символ одной из величайших проблем, с которой столкнется Путин сразу после инаугурации И во-вторых, мы в числе беднейших регионов России Так вот, дорогая редакция, мы как-то сами знаем, чей мы там символ И как-то сами знаем, где мы там находимся Кстати, с Днем Победы Вас! Помните об этом С Днем Победы и Вас, дорогие земляки С Днем нашей Победы! Дверь Универсал Банк Устойчивая в динамичном Днем Победы и Вас, дорогие земляки